Стройка века в Мурманской области, пункт долговременного хранения реакторных отсеков Сайда Губа, уникальный проект, другого такого нет во всем мире. Пока он рассчитан лишь на хранение реакторных блоков, атомных подводных лодок, но совсем скоро здесь начнут перерабатывать опасное наследие. Денис Прокопенко о масштабах строительства и уровне радиации. Меньше хранить и больше перерабатывать – то, к чему стремятся сотрудники пункта долговременного хранения реакторных отсеков в Сайда Губе. Пока объект состоит из двух очередей, но совсем скоро появится еще одна. Именно в ней и будут проходить манипуляции с радиоактивными отходами, которые сюда начнут доставлять с других площадок, в том числе и из Губы Андреева. Масштабы строительства просто поражают. Этот огромный ангар за моей спиной – строящаяся третья очередь хранилища ядерных отходов в Сайда Губе. Справа здесь будут расположены кессоны, в которых будут работать с твердыми и жидкими радиоактивными отходами, всего их будет 8 штук. А слева эти отходы будут хранить. Строящийся комплекс будет полностью автономным. Энергия будет поступать в него из собственной подстанции неподалеку. Разделять электричество между помещениями и зданиями комплекса призваны несколько распределительных устройств. Они уже запущены в работу. Тут же находится и котельная, которая поставляет тепло в жилые и рабочие помещения. Пока хранилище в Сайда Губе заполнено чуть более чем наполовину. Сюда все еще продолжают свозить реакторные блоки. В своей очереди дожидаются семь конструкций. Лежат они в воде, в плавучем доке. Однако вскоре их достанут и отправят на бетонную площадку. Среди них и реакторный блок печально известной подводной лодки «Курск». На Сайда Губе находится реакторный блок «Курска». Реакторный блок «Курска» в ближайшее время будет подготовлен и поставлен на долговременное хранение. Активная зона выгружена. Вскоре сюда привезут еще несколько реакторных блоков. После чего примутся за утилизацию плавтехбазы «Володарский», которая с недавних пор стоит тут же неподалеку. Таких работ мы здесь вообще не делали. Это наш пилотный проект. И по завершению работы с «Володарским» у нас будет опыт, практика. И мы это в дальнейшем, имея всю инфраструктуру, поставим это на конвейер. Радиационная безопасность на площадке хранилища обеспечивается толстыми бетонными плитами, которыми территория вымощена. В них проделана специальная ливневка. Дождевые воды собираются в резервуарах, очищаются и сливаются в залив. Совсем недавно на территорию хранилища зайти можно было лишь в защитных костюмах. Однако сейчас радиационный фон здесь соответствует отметке для населения. За моей спиной находится 56 реакторных отсеков атомных подводных лодок. Красными флажками обозначена зона риска. Заходить туда не стоит. Все, что перед ними, безопасно. Радиация здесь соответствует норме. К слову, операция по извлечению блоков из воды и транспортировки на площадку требует практически хирургической точности. Рельсы на доке должны абсолютно точно совпасть с рельсами на суше. По ним конструкцию и доставят на площадку. Док приходит сюда, садится на постель. Вы видите два пала. Вот один в море стоит вот такая бочка. Вот с отбойниками. И вот береговой пал. Уникальность объекта Сайда-Губа заключается не только в масштабности и полном цикле работ на нем. У площадки всего один донор. Денежные вливания сюда осуществляет Германия. Именно представители этой страны и настояли на техническом туре. Проверить, насколько рационально расходуются финансы и что на них уже успели сделать. Работами на объекте немецкие эксперты и остальные представители экспертной группы МАГАТЭ остались довольны.